Аркам ТВ представляет Если вы не понимаете чего-то в религии, спросите у людей, которые знают больше. И когда они дадут вам ответ, и вы не удовлетворитесь их ответом, скажите им, «Я не удовлетворен вашим ответом, мне нужно лучше понять все это». У вас не просто есть право спрашивать, вы должны спрашивать. Когда умма перестает думать, когда умма перестает передавать наследие мышления, тогда ее ожидают огромные потрясения. Следующее поколение будет мусульманами только потому, что их родители были мусульманами. И это худшее, что может произойти с уммой. Поскольку единственной причиной, по которой ребенок будет придерживаться ислама, это ожидание его собственных родителей. Мы с вами живем в такое время, когда семьи живут отдельно друг от друга, и дети все меньше зависят от родителей. Ходят в институты и университеты, устраиваются на работу, в общем, у них своя жизнь. И в этом случае вы заметите, что независимо от религии родителей, будь то буддизм, индуизм, христианство, иудаизм или ислам, родители бывают религиозными, а их дети нет. И эти дети говорят, когда я жил со своими родителями, они водили меня в церковь каждую неделю. Мой отец водил меня на джумуа каждую неделю, но сейчас я не живу с ним. Я учусь в институте, я свободен, мне не нужно никуда ходить. У меня нет причины это делать. Причиной были мои родители. И когда такие дети приезжают на каникулы, они могут снова пойти на джумуа. А потом они возвращаются в институт, и вот так они вновь на свободе. Знаете, почему это происходит? Дело в том, что мы не приучаем своих детей самим думать об исламе. Почему они мусульмане? Почему они должны признать Аллаха своим Господом? Почему они должны признавать Коран? Почему им нужно задавать умные вопросы? Наша религия – это не религия, которую принимают с закрытыми глазами. Типа просто следуй и все. Нет. Ибрагим, мир ему, спрашивал не людей. Он спрашивал самого Аллаха. Господи, покажи мне, как ты оживляешь мертвых? Он спрашивал самого Аллаха. И Аллах ему отвечал. Разве ты не уверовал? Нет. Это ради того, чтобы мое сердце успокоилось. Аллах учит нас через наследие Ибрагима, мир ему, что мы должны задавать вопросы, пока наше сердце не найдет успокоения. Ты должен развиваться, думать. И ты должен передать эти навыки своим детям. Сегодня, к сожалению, даже религиозное образование направлено не на то, чтобы думать, а на то, чтобы просто запоминать. Выучи эти суры. Научи сделать омовение. В это время нужно совершать намаз. Все. Точка. Твой таджвид хорош. Отлично. Дети заучили Коран. Все. Значит, билет в рай у них в кармане. Ребенок читает Коран, но он ни одного дня в своей жизни не задумывался ни об одном аяте Корана. Как такое возможно? Он читает. Афаля тааакилюн. Разве они не задумаются? Но сам не думает. Видите, что происходит? Этот ребенок заучил весь Коран. Он стоит имамом в Таравихе и читает. Неверующие и подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика. Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют. Он читает это и ничего не понимает. Это и есть настоящая трагедия этой уммы. И это нужно исправить. И наше поколение должно исправить это, поскольку клянусь великим и могучим Аллахом. Знаете, что уводит людей в сторону от религии к атеизму? Они говорят, «Я верю в науку, я не верю в Бога». Знаете, в чем дело? В науке, в философии. Ты должен думать. Будучи атеистом, ты должен думать. А в религии нет. Может, другие религии учат этому. Но только не наша религия. Наша религия основана на том, чтобы человек постоянно думал и размышлял. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok